Две корзины. Одна из них символизирует Россию, другая – Республику Беларусь. У двух дружественных стран общая история с общими же трагическими страницами, одна из которых – Великая Отечественная война павших и героев, которые неизменно чтят по обе стороны границы. Сегодня законы, которые касаются повседневной жизни граждан двух стран, максимально унифицированы в рамках союзного государства. Мы очень многого добились в том, что касается образования. Мы очень многого добились в унификации законов, то, что касается труда и обеспечения безопасности труда. Мы очень многого добились здравоохранения. Поэтому мы знаем, что гражданин России или Беларуси, приезжая на ту или иную территорию, может спокойно получить работу, получить все трудовые гарантии, может спокойно получать образование, имеет право на общежитие и на стипендию. Внутренние паспорта, которые получают на главной городской сцене, анапчане, которым исполнилось 14 лет, сегодня удостоверяют личности на территории Республики Беларусь. Так же, как и паспорта ее жителей, действительной в России, документы вручают в День государственного флага страны. Позвольте мне от лица главы нашего города Юрия Федоровича Полякова поздравить нас всех с этим действительно знаковым праздником нашей страны. Что может быть важнее, чем флаг Российской Федерации, символ государственности нашего Отечества? На всех объединила курортная Анапа, город курорт Анапа. Вы все приехали абсолютно с разных уголков страны. Мы рады вас видеть и рады, что вы сегодня здесь с нами, на этой концертной площадке. И, наверное, непросто. Мы сегодня нашим юным гражданам Российской Федерации в торжественной обстановке вручаем их главный документ в жизни. Паспорт гражданина Российской Федерации. Как символ самостоятельной жизни, как символ правильных поступков, добрых дел во имя Кубани на благо России. Ну, для меня это очень важный момент. Я выходил, я очень нервничал. Даниил, один из тех, кому в этот день вручили паспорт, он живет в Анапе. Думает на перспективу, хочет стать программистом. Читает много дополнительной литературы. Для меня сфера деятельности, мне она понравилась. Тем более сейчас, в наше время, нас просто повсюду окружают компьютеры. Во-первых, мы получали паспорт в 16 лет, а не в 14. И, конечно, у нас не было такой торжественной обстановки. Я первый раз такое вижу. Торжественность, а также веселье добавили выступления участников фестиваля «Творчество юных». Праздник, посвященный Дню Российского Флага, завершился концертом. Александр Ребеко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.